Не помнить собственную историю Ядерного оружия и развития атомной отрасли Не исключение Курчатов, Харитон, Щелкин, Зельдович, Сахаров Редкая судьба у этих людей Странная логика лежит в их основе Они знали мировые тайны Но сами мало были известны Изобрели и создали страшное оружие Чтобы не было войны Были в ответе за судьбу человечества А сами жили в закрытой зоне Судьба их Это история атомной бомбы История мировой науки Ученый фронт Все для мира Серию подкастов об апостолах атомного века Представляет Центральная городская детская библиотека Имени Пушкина Города Саров Яков Зельдович Советский Леонардо да Винчи Яков Борисович Зельдович Один из самых засекреченных ученых Советского Союза Но тот, кому посчастливилось встретить его на своем пути Надолго был очарован его харизмой, мудростью и образованностью Игорь Курчатов называл его «Яшка гений» Андрей Сахаров считал человеком универсальных интересов А Юлий Харитон писал, что Яков Борисович фантастически интересный человек И совершенно исключительный ученый Яков Зельдович родился в Минске 8 марта 1914 года в интеллигентной семье адвоката и переводчицы Через 10 лет семья переезжает в Петроград Там будущий ученый-физик заканчивает школу и идет работать лаборантом в институт механической обработки полезных ископаемых Однажды 17-летний Яша Зельдович пришел вместе с коллегами на экскурсию в Институт химической физики С этим фактом связана интересная история, которую вспоминал профессор Лев Аронович Сена Среди экскурсантов был юноша, почти мальчик Как каждый экскурсовод я начал со своей темы Экскурсанты вежливо слушали, а юноша стал задавать вопросы, которые показали, что он владеет термодинамикой, молекулярной физикой и химией на уровне не ниже третьего курса университета Этими вопросами будущий физик поразил как руководителя лаборатории, так и самого профессора Сену Который гордился, что открыл талантливого юношу С этого момента началась история Якова Зельдовича Института химической физики Которому он посвятил многие годы Увлеченность физикой, научный азарт и целеустремленность Помогли Якову Борисовичу в 1934 году поступить в аспирантуру Института химической физики Ему даже позволили сдать кандидатские экзамены без диплома о высшем образовании Прошло два года, и Зельдович защитил диссертацию, став кандидатом физико-математических наук А спустя еще три года, в 1939 году он защитил докторскую На тот момент ученому было всего 25 лет Профессор Тодос вспоминал Талант, помноженный на энергию, бил в нем ключом Эта энергия двигала Якова Борисовича дальше Накануне Великой Отечественной войны он загорелся теорией горения Вот что писал об этом журналист Борис Коновалов Слово «загорелся» довольно верно отражает тот всепоглощающий энтузиазм С которым Зельдович занялся новой работой Он был един в двух лицах – теоретика и экспериментатора Во время войны ученый вместе с Юлием Борисовичем Харитоном Занимается противотанковым оружием Благодаря их разработкам гранаты взрывались сразу при ударе поверхность немецкого танка Не успев отскочить Работы по теории горения и взрыва очень пригодились родной стране В Казани, куда сотрудников Института химической физики эвакуировали из Ленинграда Зельдович занимался исследованием горения пороха реактивных снарядов для «катюш» Задача была решена им в очень короткие сроки И в 1943-м Якову Борисовичу была присуждена сталинская премия За цикл работ по теории горения Ученому на тот момент было всего 29 лет Причем впервые столь высокая государственная награда Была присуждена не коллективу, а индивидуально А это было случаем исключительным В этом же году Зельдович вместе с лабораторией номер 2 Приехал в Москву С этого времени он вместе с Игорем Курчатовым Юлием Харитоном и Андреем Сахаровым Принимал активное участие в разработке и создании атомного и водородного оружия В феврале 1948-го группа теоретиков под руководством Зельдовича Была направлена в командировку в КБ-11 сроком на один год Однако командировка Якова Борисовича в наш город растянулась почти на 18 лет Вот как он сам вспоминал о своем участии в работе по атомному проекту Для меня это были самые счастливые годы Большая новая техника создавалась в лучших традициях большой науки Страна переживала трудные послевоенные годы Однако огромный авторитет Курчатова создавал здоровую атмосферу Более того, наша работа оказывала благотворное влияние на советскую физику в целом В эти же годы Зельдович вместе с Андреем Сахаровым участвуют в разработке и создании водородной бомбы И несмотря на то, что взгляды двух гениев не всегда совпадали И отношения были непростыми Андрей Дмитриевич очень тепло отзывался к коллеге Яков Борисович в науке человек огромной жадности В хорошем смысле этого слова И в то же время абсолютной честности Самокритичной, способной признать свою ошибку Правоту или авторство другого Он почти по-детски радовался, когда ему удавалось сделать что-то существенное И глубоко переживал неудачи и ошибки По большому счету, в отношении науки он был скромным человеком А ведь такое часто бывает, когда человек неординарных и выдающихся способностей Не кричит громко о своих успехах на каждом шагу, а профессионально выполняет свой долг Удивительные воспоминания Юлия Борисовича Харитона Который проработал с Зельдовичем много лет Решая какую-нибудь сложную проблему, мучаясь над ней В глубине души я всегда знал, что есть Зельдович Стоило прийти к нему, и он всегда находил решение любого самого сложного вопроса Причем делалось это еще и красиво, изящно Это был совершенно фантастический интеллект Я преклоняюсь перед ним, как ученым и человеком Будучи человеком неиссякаемой энергии В 1963 году ученый принимает непростое для себя и своих соратников решение Уйти с объекта Его уход рассматривался как большая потеря А вот для астрофизики и космологии это стало настоящим подарком Ведь именно в этих областях он работал с начала 60-х и до конца своих дней И достиг здесь не меньших результатов Яков Борисович занимался теорией образования черных дыр и нейтронных звезд Разработал теорию эволюции горячей вселенной Много времени уделял теории образования галактик И крупномасштабной структуры вселенной Зельдович был автором множества научных работ Учебных пособий и справочников по физике и математике Которые и по сей день достаточно востребованы Он создал собственный метод обучения основам высшей математики А подтолкнули ученого на это открытие его дети Образованию которых он уделял особое внимание Впоследствии Яков Борисович опубликовал широко известную книгу Высшая математика для начинающих У Якова Борисовича был талант Заражать других своей увлеченностью Его ученики вспоминают, что по утрам он появлялся в своей лаборатории с горящими глазами И все, поддавшись его энергии и энтузиазму, вовлекались в круговорот обсуждения А еще его верным оружием была логарифмическая линейка С которой он никогда не расставался ни в Сарове, ни на полигоне, ни в Москве Один из его подчиненных даже сравнивал Зельдовича сразу с десятком работающих рифмометров Есть удивительная история о первой встрече Зельдовича и Хогинга Английский ученый признался, что до этого момента был уверен, что под этим именем работает целый коллектив советских ученых Академик Петр Капицы говорил, что науку надо делать весело и легко, ведь это часть жизни Это в полной мере относится к Якову Борисовичу, который был главным генератором веселья и юмора Его чувство юмора стало причиной появления множества историй, обогативших научный фольклор Кстати, что касается литературы, ученый всегда был в курсе книжных новинок Читал на французском языке Эмиля Золя и Виктора Гюго Восхищался Франсуазой Саган и цитировал ее Любимыми авторами ученого были Борис Пастернак, Илья Ив и Евгений Петров Образы и выражения которых он часто удачно и, кстати, использовал Девиз жизни Якова Борисовича был таким Гореть самому и зажигать других И он следовал этому завету всю жизнь Его ученики-современники вспоминают ученого с большой теплотой и особой признательностью И, наверное, не случайно, что в 2001 году Российская Академия Наук присвоила имя Якова Борисовича Зельдовича Малой планете в знак его большого вклада в отечественную и мировую науку Передачу подготовила заведующая отделом искусств Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Ксения Якончикова Познавательные подкасты Пушкинки будут выходить еженедельно по пятницам Следующий подкаст 17 апреля Всю информацию вы можете найти на официальном сайте библиотеки Или в официальной группе во Вконтакте Пушкинка Саров